Здравствуйте всем! Продолжаем разбор свято-русских ветвь, а именно продолжаем разбор книги Каледы. Миф, суть которого мы попытаемся проникнуть на этот раз, называется «Крыша нерада». Напомню, что данная информация будет содержать в себе некоторую астрологическую информацию и символику, и будет интересно прежде всего астрологам авистийской традиции. Но не только. Свято-русские веды, кроме астрономической и астрологических знаний, несут в себе описание универсальных принципов Вселенной, высших законов, а также помогают понять, что происходило и что происходит в нашем мире. Итак, начнём. Я, как и в предыдущих видео, буду зачитывать миф частями и кое-что пояснять. Миф называется «Крышень и рада». Как по морюшку по Волынскому расстилались всё туманушки. С-под туманов над Синним морем То не зорюшка занималась, То не солнышко поднималось, То рождался солнечный остров Вследь лазурных кипящих вод. Кто сквозь тьму в золотой колеснице Приближается к светлому острову, Кто по млечной дороге По синей степи Был влеком золотыми валами, Кто волов с колесницей На чёлн погрузил, Плыл с востока от светлого острова На золотом чёлне По крутой волне проплывал И мир озарял. Это Ра, пресветлое солнце, Бог, рождённый из лика рода, Бог, родивший Хорса и Раду. Там, где падало семя Ра, Там родилась Рада младая, Там поднялся солнечный остров, И не белую пену морскую Выносили волны на берег. Это вышло из синих вод Дочь Волыни и Сурьи Ра. В этом отрывке мифа Описывается рождение Некого золотого острова И связанного с этим Рождение дочки Сонцера И воденицы Волыни. Из предыдущих мифов Мы знаем, что Сонцера И дочь Сварога, Волыня Сварога, Внастали мужем и женой. Позднее Волыня превратилась В царицу вод в воденицу. Из астрономии мы знаем, Что звезда может формировать Или рождать планеты И более маленькие звезды В своем пространстве. По мифам у Сонцера Которая относится не к нашей Солнечной системе Которая была центром 999 земель Была дочь Рада и сын Хорс. В данном случае речь идет О рождении дочери Рады. При этом идет описание Золотого острова, Который поднялся посреди В кавычках лазурных кипящих вод. Он возник в том месте, Где падала Семера. Итак, если лазурные кипящие воды Или Волынское море Это мировой вселенский океан, То это связано с функциями Планеты Нептун И, конечно, со знаком рыб. Далее, упавшая в этот океан Семера рождает золотой остров И дочь Раду, вышедшую Из пены морской. Здесь налицо аналогия С греческим мифом О рождении Афродиты, Богини любви, Вышедшей из морской пены. Как это понимать? Океан Вселенной, Оплодотворенный Духом Святым Или Святым Творцом, Или Семенем Ра, Представляет собой Высшую Божественную Любовь, Что связано с высшими Качествами планеты Нептун. Этот океан рождает Дочь Раду, То есть Любовь Земную, Что означает Любовь Божественную На ступень ниже, То есть на земном материальном уровне. Это Любовь между мужчиной и женщиной В основном. Это гармония равновесия. Это Любовь, проявляемая Через физический план, Через физическое взаимодействие. И в соответствии с этим Рождается планета, Несущая функции Любви Земной. У нас ее назвали Венерой. Это персонификация Любви Рады На земном материальном уровне. Итак, получается, Что Золотой остров Посреди лазурных вод Это, возможно, Планета Венера. А Рада — это богиня Земной Любви, Как дочь Любви Божественной. Аналог Афродиты Или Венеры, Рожденной из пены морской. Возможно, и сама планета Когда-то называлась Не Венера, а Рада. Кстати, вспомним, Что изначально обителью Венеры Был именно знак рыб, Связанный с мировым Вселенским океаном. Как ходила Рада по бережку, Как ходила гуляла, Сплетала венок, Тот венок из белых лилий, Из стеблей одолень травы, Как сплетала веночек пела. Ты явись мне, Суженый, ряженый, Становись ты предо мной, Как листочек перед травой. То не морюшко заблистало, То не солнышко засияло, То пред Радой явился крышень, Озаряя берег и море. И пошла она к Богу крышню, Чтоб надеть ему свой веночек. Шла, бежала, но не успела. Крышень был, Как радуга в небе, Колыхнулся он и растаял. И пускала рада венок вдоль По водам синего моря. Ты плыви, венок, по крутой волне, Ты плыви по морюшку синему, К сыну вышнему, Младому крышню. Одолень трава, лебедь белая, Одолень ты, Долей ты море широкое, Передай молодому крышню, Что его ждет за морем рада. И поплыл венок по крутой волне. В этой части мифа мы видим подтверждение тому, Что речь идет о земной любви Между мужчиной и женщиной, в частности. Невеста рада, которая зовет своего суженного. Обратим внимание на описание растений, Связанных с такой любовью. Это белая лилия и одолень трава. Белые лилии известны символ чистоты и благородства, Но одновременно и любви чувственной. Одолень трава почиталась с очень древних времен. Знак одолень травы считался сильнейшим оберегом, Помогающим преодолевать любые препятствия и расстояния, Исцелить любые болезни. Кому будет интересно, Может почитать об этом растении более подробно. Мы же вернемся к мифу. Добавлю еще только, Что пускание венка по воде незамужней девушкой, Тоже очень древний обряд, Связанный с поисками пары. Считалось, что тот молодец, Кто выловит такой венок из воды, Тот и станет мужем. Это и есть суженый, Той девушке, которая пускала данный венок. Как ходила рада по бережку, А по морю плыл черноморский змей, Плыл он вместе с сыном Тритоном. У Тритона-то сына змеича, Чешуя отливает зеленью, У Тритонушки три головушки, Шесть могучих рук, Раздвоенный хвост, Дует в раковины Тритон И плескается в синем море. Черномор проплыл мимо рады, А Тритонушка останавливался, Говорил Тритон ради, Ой, ты рада, милая дева, Ты всегда по бережку ходишь, И сплетаешь венок из лилий, Что же ныне ты без веночка, Аль кому его подарила? И ответила рада змею, Змей же ты, Тритон черноморский, Дай дорожку мне в синем море, Ты пусти меня к моей маме, Мать моя сама воденица, Захворала в подводном царстве, Ждет меня она, не дождется, Говорил Тритон милой ради. Ой, ты, красная дева, рада, Проведешь ты рада другого, А Тритона ты не обманешь. Я ныряю в море глубоко, Вижу в синем море широко, Я все тайны морские знаю. Проплывая над водным царством, Видел я чертоги волыни, На крыльце царица сидела, Все сидела и волховала, Мать твоя, царица морская, Волховница и черовница, Все сшивала тебе рубашки, В них вплетала разные травы, Ненавистные травы от сушки, Чтобы я тебя ненавидел, Только трав она тех не знает, Чтобы раду Тритон оставил, Я возьму тебя замуж, рада, Хочешь этого или не хочешь? Эта часть мифа рассказывает о многом. Тритон сын морского змея и сам змей, То есть сила нечистая, Представитель змейного рода, Бога отступников. Он описан с тремя головами, Шестью руками. Отсюда всплывает число три шестерки, Которое считается числом зверя. Почему на раду не обращает внимание Его отец черноморский змей? Потому что черноморский змей Процевостоит матери рады, волыни. Это как низшие и высшие качества Нептуна. Вкратце перечислю их. Черноморский змей, владыка подводного царства, Олицетворяет низшие качества планеты Нептун После осквернения нашего мира злом. Это иллюзорность, обман, Уход от реальности, лень, Алкоголизм и наркомания, Туман и заблуждения, Религиозный фанатизм, Муть, тайные и темные дела, Связь с низшим астралом, Богохульство, фанатизм. Волыня, как и в мифах о Велесе, Его жена Азова Олицетворяет высшие качества планеты Нептун. Всеобъемлющая божественная любовь, Мировой океан, Вселенная, Красота и чистота души, Молитва, связь с миром духовным, С миром богов, Жертвенность, святость, Любовь духовная, Истинная вера. Поскольку Рада – это любовь земная, То есть дочь любви вселенской, Божественной, То ей противостоит не сам черноморский змей, А его сын Тритон. Его качество – это жадность, Ревность, Разрушение мира материального, Зацикливание на теле и материи, Признание красоты только внешней, Без души, Паразитизм в любом проявлении, Осквернение мира материи Через загрязнение стихии земли, Загрязнение природы, Похоть и вожделение. Тьма хочет завладеть Любовью земной, Прекрасной Радой, И поставить на службу своим целям, Лишить ее воли и сделать рабой. Вот что отражает число зверя, Проявленное в мире материи. Однако, как мы видим, Рада отвергает предложение Тритона И его ухаживание. Рада, дочка солнца и моря, Приплыла в подводное царство, Говорила ей воденица, Ты о чем печалишься, Рада? Али белый свет опостылил, Али солнце тебя не греет, Али не радует синее море? И ответила Рада маме, Мама, милая моя мама, Я ходила, гуляла по бережку, В синем небе видела радугу, Набежала тут тучка темная, И ту радугу вмиг, Та радуга вмиг пропала. Ой ты, мама, милая мама, Змей Тритон меня любит, мама, Взять меня он желает в жены. Он приедет ныне под вечер, Вместе с змеем явятся змеи, Все приедут на иноходцах, В золотых колясках, Змеихи, Змееныши на повозках. И сказала так в одиницу, Ой ты, Рада, дочь моя Рада, Нужно знать нам травы от сушки, Чтобы ими отвадить змея. Кто же знает травы от сушки, Так спросила Рада царицу. Знает Рак, Мудрец и отшельник, Он живет на дне Черноморском, Он познал все тайны на свете, Прочитал все мудрые книги, Мы его о травушках спросим. И приплыли они к коряге, К той, где было жилище Рака, И спросили его о трапах, И ответил им так отшельник, Все, что есть, И все то, что будет, Все случалось в веках минувших, Так и в прошлые дни, Сварога, Змей жениться хотел на деве, И искала девушка травы, Что отсушат змея навеки, И спросила деву у рака, Как найти мне травы от сушки, И в ответ услышала дева, Ты сорви в лугах желтый донник, Пижму с тонкой огорячавкой, Сделай ты из травок настойку, И в настойке трав искупайся, Этим змея навек отсушишь. Все, как сказано, так и сталось, И послушалась Рада Рака, И нашла она желтый донник, Пижму с тонкой огорячавкой, И в настой трав искупалась. Только Рада омылась в травах, Вдруг самшит ворота открылись. В двор в колясках въехали змеи, Полный двор они наводнили, Зашипели они на Раду. Расплетем мы косы у Рады, И по-нашему заплетем, Все по-нашему, по-змеински. Въехал в двор Тритон Черноморский, Он в раковину затрубил, Всколыхнулось синее море, Сотряслось все водное царство. Но лишь Крадий подъехал ближе, Тут же прочь от Девы отпрянул, И завыл Тритон на все море. Ой, ты, красная Дева, Рада, Как же Рада ты исхитрилась, Как узнала тайну Тритона, Как нашла ту травку отсушку И навек со мной разделилась. Очень интересная часть мифа. Итак, чтобы узнать, Как избавиться от ухаживания змея, Нечистой силы, Рада и ее мать идут за советом Краку-отшельнику, Потому что он все знает, Он познал тайны мира. Почему именно Рак-отшельник? Вспомним, что знак Рака Связан в астрологической традиции С памятью предков, С генетической памятью. Он говорит, что и в прошлом Тьма пыталась завладеть Девой, Но для того, чтобы решить Такую проблему, Надо обратиться к помощи К предкам, к их знаниям, Оглянуться в прошлое. Отшельник-хранитель прошлого опыта Открывает ради тайну, Как оградить себя От осквернения змеям. Здесь называются и травы, В том числе обладающие Прочищающим и защищающим От тьмы свойствами. Это желтый доник, Пыжма и горячавка. Растения это, Они наши защитники От воздействия тьмы. Почему? Да потому что все растения Произошли из семени Мирового древа. Они содержат в себе Частицы хаумы, Или сомы, Или сурьи У разных народов по-разному. То есть информацию о нашем Божественном происхождении. Благодаря силе, Содержащейся в растениях, Рада избавляется от нападок Наглого змея. Она обращается к помощи предков. Как над морюшком морем синим Все туманушки расстилались, Из-под белых-то все туманов Поднималось красное солнце, И хвалилась царица моря, Говорила ясному солнышку. Я расчетую дочку Раду, Рада батюшке солнца краше, И пригожая ясный месяца, И сестрица звезды вечерней. Как услышал, раз солнце красное, Так послал звезду к водянице, Вызвать дочь свою, Состязаться, Кто пригожий, Рада, Или солнце, Кто над миром ярче сияет. И звезда собралась в дорожку, Припасла сую в кувшине, Прилетела к острову Рады, И самшит ворота открыла, И спросила царицу моря, Тель недавно так говорила, Что растишь рожденную солнцем Раду, Ясну, что весь всех прекрасней, Отвечала царица моря, Да, я так говорила солнцу, И звезда сказала царице, Если правду ты говорила, Наряди-ка дочку красиво, Заплети ей мелкие косы, Чтоб она ранним утром вышла С ясным солнышком состязаться, И увидим мы, Кто пригожий, Кто над миром ярче сияет. Согласилась царица моря, Ярко дочку свою одела, Заплела ей мелкие косы, Уложила косы рядами, Выходила с Радой на остров, Где восходит красное солнце, Где рождается ясный месяц. Поднимался Ра, солнце красное, Озарил он все под небесе, Он лучами брызл на море, Вышла Рада следом за солнце, Весь белый свет озарила, И воскликнул Ра, Солнце красное. Счастье будет матушке Рады, Красной девы, Что всех прекрасней, Ведь лицо у Рады белеет, А глаза у Рады чернеют, Брови тоненькие синеют, И пушатся русые косы. Мы тебя, красавица, славим, Буду я на небушке солнцем, Ты будь радугой над землею. Главная мысль этой части мифа Состоит в том, Что боги Ясуни в лице солнцера Славят любовь земную. В ее славу сияет радуга над землей. Солнцера брызнул лучами на море. Всем известно, Что радуга образуется Во время дождя или после дождя, Когда солнечный свет Преломляется в каплях. Таким образом, Рада и превращается в радугу. Ярко одетая девушка С косицами, Которые уложены рядами. Это красиво и поэтически Описывает радугу, Которая образуется при взаимодействии Лучей солнцера Или ее отца С морем, С ее матерью морем. Это очень красивое Поэтическое сравнение. Следовательно, Мне кажется, Что любовь и Само явление радуги, Они взаимосвязаны. Как по морюшку По-волынскому Лебедь белая Проплывала. Не встряхнется она, Не ворохнется, Синя морюшка Не всколыхнется, А как время Пришло всколыхнулось, И лебедушка Встрепенулась, И пропела она Песню-крышенью. Молодой и прекрасный Крышень, Знай, Есть остров На западе солнца, Там спит солнце После заката, Там рождается Светлый месяц, И живет на острове Рада, Та, что нет В целом мире краше, А тебе печалится Рада, Льет она Жемчужные слезы. Как услышала Ради крышень, На корабль Летучий поднялся, И взмахнул корабль Крыльями, И взлетел тот час Над волнами, Полетел он К острову Рады. Словно солнце Сияет крышень, Рядом с крышнем Конь белогривый. Видит крышень, У чудно острова Белые лебеди Солетались, Обернулись лебеди Девами, Красоты они Несказаны, Ни пером описать, Ни подумать. Эта радость С подругами милыми Прилетела К берегу моря. Девы стали Играть у бережка И кружились В хороводе, И излили И плели веночки, Как сплетали Веночки пели. Вот ума Не красно солнышко, Во печали Красная девушка. Что ль не едет Из-за моря Милый, Не летит он Синюю птицей. С восточной Дальней сторонки Дует То не холодный ветер, То несет Не темную тучу, То летит Летучий корабль Над волноме Синего моря. Все добравушки Русумели, Синяя морешка Расплескалась. Ничего Во шуме Не слышно, Ничего В тумане Не видно. Только слышен Голос Высокий, В тучах Крышень Песнь Распевает И любезную Призывает. Ты услышь Меня рада, Милая, Разлюбезная, Дорогая, Ты промолви Со мною Словечко И обрадуй Мое сердечко. И ответила Рада Крышню. Я, Младая, Ждала Рассвета, Наконец-то Его дождалась. После сумерек Просветлела, После дождика Прояснилась. Засверкало На небе Солнце, Рядом Радуга Засияла. Так Во тех Лугах, Во зеленых, Травка Шелковая Вырастала, Цвет Лазоревый Расцветал, Как По этой Шелковой Травке Конь Проскакивал Белогривый. На коне Сидел Вышний Крышень, Подъезжал К хоромам Высоким, Говорил он Так Солнце Красному. Ой, Ты, Батюшка, Солнце Красное, Ты Прими От меня Слово Ласково, Дай мне В женушке Раду Милую. Дочке Солнца Ради Я песнь Баю, Я Младую Раду Душую Люблю. И ответил Ему Ясноу Кира. Я Твоё Исполню Желание, Если Ты Пройдёшь Испытание. Вот И первое Испытание. Дочь Моя Сидит В светлой Башне, Что Доходит До Облаков. Доскочи, Кокошечку Рады, Поцелуй Её В губы Алые, И кольцо Золотое С руки Сними. Здесь Хотелось Бы Отметить Слово Крышеня Я Младую Раду Душую Люблю. То есть Миф Повествующий Во многом Ещё О неких Обрядах Встречи Влюблённых И обрядах Сватовства О том, Как Просят Благословения У отца Отдать В жёны Дочку Учит, Что Любовь Между Двумя Душами Это Прежде Всего При дорожке Было Широкой Там Стояли Покои Высокие Да Во тех Высоких Покоях У окошка Сидела Рада Грудью Оперлась На окошко Под окошком Крышень Поскакивал Конь Его Бежит Мать Земля Дрожит Из Ноздрей Тым Болит Из Очей Бьёт Огонь Как Взлетел Тут Конь Белогривый И схватил Крышень С пальца Колечко Рады Целовал Её В губы Алые На сватовство Крышень Отец Рады Говорит Ему О том Что Он Должен Пройти Три Испытания Прежде Чем Ему Отдадут Раду В жёны И первое Испытание Это Доскочить До окошка Милой И снять С её Пальца Золотое Колечко И поцеловать Сама Рада Сидеть Светлой Башни Доходящий До самых Облаков Башни Являются Символом Духовного Восхождения А для Девушки Ещё И символом Целомудрия Высокого Положения Из чего Делаем Вывод Что Сама Рада Обладала Большой Духовной Силой И была Целомудрена Отец Рады Ра Хотел Удостовериться Что Крышень Ей ровня В этом Крышень Проходя Испытание Допрыгнул До окошка Рады Благодаря Силе Своего Коня Белогривый Конь Издревле Считался Символом Духовной Силы Светлой Силы Следовательно Крышень Доказал Что он Равен Раде По своей Духовной Силе Они Были Равны Поцеловать Раду И успеть Снять С её Пальца Колечко Золотое Этими Действиями Крышень Словно Закреплял Свою Позицию Что он Тот Единственный Кто Претендует На связь С Радой Описание Этого Брачного Обряда Показывает Нам Насколько Наши Предки Серьезно Относились К свадьбе И созданию Семьи Важно Было И Целомудрие Девушке Которое Она Хранила До Свадьбы И Второе Дал Испытание Крышню Сурья Ра Солнце Красное Во Моих Зелёных Лугах Ходит Бродит Тур Злотороги Ты Его Укроти Как Крышень За Рога Схвати Золотые Запряги Его В Плуг Железный И Спаши К Тем Плугом Поле Рож Посей На Поле Широком Собери Затем Урожай И Свари Кахмельное Пиво Коль С работы За день Управишься Выдам Я За тебя Раду Молодую Вышел В поле Широкая Крышень Видит В поле Тур Злотороги У него Копыта Серебряные В каждой Шорсточке По Жемчужине Ходит Бродит Тур По Долинушкам По Дубравам Ходит Дремучим По Болотам Бродит Зыбучим За Рога Схватил Его Крышень Обломал Рога Золотые Запрягал Его В плуг Железный Стал Он Плугом Поле Распахивать Из Роков Золотых Сеет Зернышки Поднималась Рожь В чистом Поле Собирал Ее Вышний Крышень И Варил Хмельное Пиво Созывал Он Кра Дорогих Гостей Во втором Испытании Отец Рады Хотел Посмотреть На силу Крышень И его Способности К работе Как он Пашет Сеет Собирает Урожай От этого Зависело Материальное Благополучие Будущей Семьи Здесь Упоминается И символ Рога Изобилия Из которого Крышень Сеял Зерна Крышень Укротивший Тура И запрягший Его В железный Плуг Это символ Человека Вспахивающего Материю То есть Пришедшего В мир Материи Получающего Опыт Земной Жизни Тот Кто Укротит Тура То есть Поймет Законы Которым Подчиняется Материальный Мир Будет Обладать Рогом Изобилия Такова Суть Этого Символа Итак Крышень Проходит И это Испытание Доказывая Что он Знает Законы Которым Подчиняется Мир Материи Третья Крышню Дал Испытание Солнце Красное Светлый Ра Говорит Он Так Богу Крышню Рада Дочь Моя Молодая Русую Косу Заплетала И вплетала В косу Шнурочек А в конце Косой Ленту Алую Запирала Косу Золотым Замком И роняла Она Ключик Золотой На широкое Чистое Поле И цветком Тот ключ Обернулся Ты найди Его в поле Крышень Отопри Цветком Золотым Замок Вышел Крышень В поле Широко Видят В поле Растет Золотой Цветок Тот Что первым Цветет Жарким Летом Лето Красное Открывает Первый Цвет Его Называет И сорвал Цветок Вышний Крышень Не ворота Светлого Ирия Крышень Открывал Первоцветом Открывал Он им Золотой Замок Расплетал Цветком Русую Косу В этой части Мифа Упоминается Русой Косе Которую Заплетала Рада И запирала Золотым Замком На Руси Незамужние Девушки Всегда Заплетали Одну Косу За волосами Жухаживали Следили За их Состоянием Чем толще Была Коса Тем Лучше Тем лучше Для замужества Считалось Коса Свисающая Строго Вдоль позвоночника Питала Тело Жизненной Энергии Если В косу Была Вплетена Лента От середины Косы Так как Упоминается Урады Значит Девушка Была Уже Просватана И Нее Был Официальный Жених На обряде Перед свадьбой Косу Расплетали И заплетали В две Косы Обычно Замужние Женщины Укладывали Две косы На голове И прятали Это подголовной Убор Волосы Женщины Мог видеть Только муж Одна коса Питала Саму женщину Второе Ее Потомство Расчесывать И расплетать Косы Мог Кроме Самой Женщины Только Ее Жених Или Муж Интересные Слова В мифе Не ворота Светлого Ирия Крышень Открывал Первоцветом Открывал Он им Золотой Замок Расплетая Цветком Русую Косу Здесь словно Сравнивается Вступление Славно Сравнивается Вступление В союз Создание Семьи С входом В Ирий То есть В рай Когда двоих Соединяет Боги И они Отныне Составляют Одно Целое Здесь Также Говорится О том Что Расплетать Косу Девушке То есть Выдавать Ее Замуж Лучше Тогда Когда Зацветают Первоцветы Или Примулы Это Конец Апреля И до Конца Мая То есть Время Прохождения Солнца По знаку Тельца Напомню Что Планета Сатурн И Венера С которыми Связаны Крыши Нерада Находятся В Тельце В особом Положении Сатурн Является Эзотерическим Или Изначальным Управителем Знака Тельца А Венера Сегодняшним Управителем Знака Уж Не Это Ли Символически Связано Со Свадьбой Крыши Нерады Уж Не Это Ли Символически Связано Со Вспахиванием Земли Укращенным Туром С Золотыми Рогами И Сыграли Крыши Нерада На том Острове Вскоре Свадьбу Приняли Венцы Золотые Что Сковал Великий Сворог И На свадьбу Крыши Нерады Собирались Все Ясуни И Пришли Сворог Сладой Матушкой Рады Небо Золотые Цветы И Пурпур Так Рождались Внуки Вышня А от них Рождались Правнуки Атаки И Камушки Клязьма Атурянушки И Твастыря Асагостушка И Славуня Асагост Породил Асени Род Волшебников И Провидцев А Славуня И Бугумир Породили Роды Славянские Миф Заканчивается Счастливой Свадьбой Крышин И Рады Крышин Обрел Жену Или В символическом Значении Стал Целостным Силу Осознания Своей Женской Когда-то Неосознанной Части Он Обрел Силу Любви Этот Миф Содержит В себе Много Познавательной Информации Относительно Свадебных Обрядов И Обычаев На Руси В заключении Хотелось бы Привести Информацию Относительно Того Кто Такая Рада В зерванитских Текстах Древнего Ирана Являющегося Приемником Также Являющийся Приемником Арийской Культуры Итак Зерваниты Называли ее Ордвесура Анахита Это Воплощение Женственности Любви Красоты Является Дочерью Самого Хура Мазды Или Сонцера В славянской Традиции Поскольку Звезды Считаются Физическими Воплощениями Богов В Физически Проявленной Вселенной Она Являлась Богиней Ясуней Или Язатов Ее Имя В переводе С иранского Языка Означает Могучий Источник Всемирных Вод Опять же Аналогия С русскими Ведами Поскольку Мы Помним Что Рада Была Дочерью Царицы Воденицы В иранской Мифологии Она Выступает Как Богиня Божественной Любви Плодородия И небесных Вод Стекающих С вершин Горы Харахваити В мифической Стране Арьяна Ваэджа Питает Собой Все Источники Дает Начало Рекам Делает Землю Цветущей И плодородной Во вести Ордвесура Анахита Описывается Как Прекрасная Стройная Высокоподпоясанная Девушка Знатного Рода Она Оказывает Помощь Молящим Ее О неспослании Сил И удовлетворяет Просьбы Лишь Тех Кто Чист Сердцем И душой Отказывая В своем Покровительстве Служителям Зла Как В принципе И было Описано В мифе Когда Она Отказала Змею Тритону Не только Люди Но и Зероастрийские Божества И Зеды Поклоняются Перед Великолепием Прекрасной Ордвесуры Анахиты Итак Любовь Или Рада Ордвесура Анахита Венера Афродита Это стержень Сатурн Кришень На котором Держится мир Желаю Всем Счастливого Опыта Любви Земной И Небесной Благодарю За внимание